продолжаем ставить на том что синтез управление с интегральной с интегральной компоненты по методу аккар он и так сильно отличается от метод аккар то есть если можно добавлять дополнительный компонент вас по сути появляется дополнительная размерность в системе вот и определенные правила составления вот этой дополнительной функции макро перемены во всем остальном это тот же самый метод аккар точно также можно использовать пакет символьных вычислений для построения этого закона здесь для примера приведено приведено то есть те же самые уравнения полученные чисто аналитическим путем что в целом тоже позволит избежать вам неприятных ошибок потому что когда вы ошибаетесь во всех этих уравнениях где-то что-то забываете что-то неправильно сокращаете приводит к тому что у вас эта функция становится неверной и целом добиться работоспособность системы практически уже невозможно то есть потом найти где там у вас ошибка в каком уравнении в процессе вывода достаточно сложно вот поэтому я вас призываю использовать пакет символьных вычислений для этих целей то есть получать на выходе эту функцию копировать ее дальше ваш регулятор ваш программа управления для того чтобы свести к минимуму возможность ошибки то есть эти вот арифметические ошибки многие годы выполнения курсовых проектов показывают что они обычно убивают весь курсовой проект то есть люди там целыми днями сидят пытаются найти эту ошибку но это практически нереально то есть тут надо раскладывать все по кусочкам смотреть где вы там могли неправильно что сократить то есть руками все это считать это полезно в качестве практического упражнения чтобы понимать как это устроено вот но если говорить о реализации какой-то программы управления не тратить на это время все-таки надо использовать пакет символьных вычислений то есть такую функцию и вывести даже просто переписать ее правильно с тетрадного листочка на в программу это там очень много возможностей совершить ошибку вот поэтому здесь тоже как часть логурной работе приводится пример как все рассчитывается принципе то же самое что и здесь было да только здесь уже появляется дополнительная координата z соответственно дополнительный более ну как бы чуть более сложный Jim теует здесь например раскрытие производная сложная функция ну вне появляется дополнительный компонент связан с функцией z вот на это и тоже обратите внимание то есть как добавляется новые координата вашу систему виртуальная координата Да, еще раз повторюсь, что это виртуальная координата, то есть в реальном объекте ее нет. Эта штука, она существует только внутри вашего контроллера. Это часть вашего алгоритма. Но с точки зрения математики, это дополнительная координата вашего объекта, то есть третья. У вас система второго порядка, у вас система третьего порядка. За счет такого расширения пространства вы можете построить алгоритм оценки неизвестного компонента в вашей системе. Соответственно, алгоритм будет состоять из двух компонентов. Будет вот эта часть, то есть некоторые дифференциальные уравнения, которые вы должны будете реализовать внутри вашего контроллера. И компонент, который вычисляет сигнал управления, включающий в себя вот эту компоненту интегральную. Вот, а сама интегральная компонент, она рассчитывается на основе входного воздействия. То есть такой некоторый фильтр, интегратор, который позволяет вам производить оценку неизвестного параметра внутри вашей системы. Вот это пример простейшей, ну, уже не самый простейший, а самая простейшая адаптивная система, это была система с ПИ-регулятором, где мы создавали интегральную компоненту, подтягивающую систему. Здесь принцип такой же, но система более сложная, то есть здесь уже учитываются нелинейности. То есть помимо интегральной компоненты, которая подтягивает систему, здесь еще нелинейность учитывается, что тоже очень важно, особенно при наличии вот таких вот кубических и прочих нелинейностей. Вот, теперь по поводу реализации такой программы, да, то есть интегральные компоненты и нелинейные функции. Ну, нелинейные функции, понятно, это просто функция, вот она здесь представлена, принесенная. Вот, интегральные компоненты, это обычный интеграл, да, его можно посчитать разными способами. Здесь считается наиболее простым способом, как некоторое рекуррентное выражение, то есть вы берете прошлое значение на интеграторе, к нему прибавляете значение, которое у вас стоит в правой части уравнения, да. Ну, и для того, чтобы учесть как-то дискретность, да, у вас есть на вход регулятор, вам передается шаг дискретизации контролера, напомню, это полсекунды в наших экспериментах, при, то есть, грубо говоря, у вас на каждую секунду есть 10 расчетов точек дифференциального уравнения и 2 расчета для функции управления, вот, то есть такая ступенька. Вот, это примерно полсекунды, да, дополнительный коэффициент, который позволяет вам промасштабировать вот эту вот сумму итоговую, которая будет получаться в результате функционирования вашей системы. То есть алгоритм будет постепенно накапливать эту ошибку, вот, и это накопление, оно регулируется двумя константами, да, первый это шаг дискретизации, он у вас сквозной, то есть он везде у вас используется, не только здесь, вот, и второй это, собственно, на постоянное время, да, чтобы это постоянное время соответствовало тем секундам, которые вы в нее вкладываете, да, вы вот используете еще некоторый такой пропорциональный компонент, то есть если вы посмотрите, как численно интеграл считается, да, это сумма от значений функции в каждой точке, деленная на некоторый интервал дискретизации, вот, при интервале, стремящемся к нулю, ну, у нас, ну, понятно, что он не к нулю стремится, он просто какой-то есть, мы берем такую простейшую реализацию. Понятно, что реальный интеграл, он такой более гладкий, не такой ступенчатый будет, вот, но сглаживание нас тут не сильно интересует, то есть мы готовы пренебречь к этими вот неточностями дискретизации для того, чтобы упростить алгоритм. Понятно, что здесь можно добавить, там, элементы второго порядка сложностей, там, с квадратами и так далее, но это все неинтересно на самом деле, то есть на самом деле, как только вы добавляете, мы уже посмотрели в предыдущем примере, как только вы добавляете какие-то квадраты-кубы, у вас сразу система начинает быть существенно нелинейной, и добиться ее стабильности будет намного сложнее. Поэтому здесь действует принцип «чем проще, тем лучше». Вот, здесь мы используем простую взвешенную сумму, то есть каждый, на каждом шаге мы считаем значение ошибки, ну, в соответствии с нашей функцией макроперемена, да, мы просто ее сюда рассчитываем на ее значение, домножаем на некоторые коэффициенты, определяющие, как часто мы это делаем, да, и прибавляем к предыдущему значению, получаем такую ошибку с накоплением. Вот, в принципе, и вся реализация метода ACAR с интегральной компонентой. То есть в отличие от обычного метода ACAR, где просто была формула, да, здесь появляется еще вот некоторая прибавка. Да, во-первых, надо понимать, да, что в первый момент времени у вас никаких значений нет, поэтому вы не можете такую функцию реализовать, да, вы просто ее принимаете равную нулю. Это у вас начальное значение, да, и затем, когда уже у вас что-то накоплено, да, вы просто берете предыдущее значение и к нему прибавляете новое. Значит, здесь у вас Z, он, это у вас мгновенное значение, да, а self-Z, то есть это поле внутри вашего контроллера, то есть ваш контроллер – это некоторый объект, который сохраняется между расчетами отдельных точек. Вот, вы можете обращаться всегда к этой истории, мы чуть дальше это будем использовать в следующих лабораторных работах. Для построения более сложных алгоритмов, которые анализируют уже историю введения вашего объекта. Вот, ну, здесь, на самом деле, история нужна только на предыдущем шаге, чтобы посчитать интеграл к некоторую сумму. Вот, такой вот, такой тоже приемчик, да, мы просто накапливаем это значение, ну, для будущего, чтобы потом вывести график. Вот, то есть сохраняем моменты времени и сохраняем значение на интеграторе в каждый момент времени. Вот, в принципе, вся реализация вот этого вот алгоритма, то есть метод TACAR плюс интегральный компонент. Ну, моделирование то же самое, то есть те же самые параметры, единственное, что мы добавили сюда еще три коэффициента наших эталонных моделей. То есть у нас, напомню, были эталонные модели, две эталонных модели было, да, для первой координаты, для второй координаты. Еще было постоянное время, которое определяло значимость интегральной компоненты. Напомню, что для P-регулятора, не помню, обсуждали мы это или нет детально, да, но, как бы, у вас всегда нужно выбирать некоторый компромисс между пропорциональной и интегральной частью. То есть пропорциональная часть должна быть значительно больше, чем интегральная. В таком случае вы, скорее всего, добьетесь устойчивости системы. Если у вас интегральная компонента будет более значима, чем пропорциональная, то система начинает становиться сильно колебательной, вплоть до того, что теряет устойчивость, переходит в режим автоколебания. Вот здесь примерно та же самая идея. У вас есть постоянные времени для некоторых пропорциональных компонентов, только компонент пропорциональных уже не в плане ваших уравнений объекта, а в плане поведения в пространстве вот этих вот функций нелинейных, которые определяют цели, цели поведения объекта, да. То есть здесь есть два пропорциональных, так как объект второго порядка, здесь есть два коэффициента пропорциональных, да. И есть интегральный коэффициент, который тоже задает некоторое постоянное время, постоянное время интегральный компонент. Вот, их нужно тоже согласовывать. И здесь вот такое согласование идет в примере, да. То есть есть T1, T2, T1, T3, это параметры эталонной модели, они выбраны меньше единиц, то есть полный. Ну, а по сути они постоянное времени соответствуют постоянное времени объекта. Вот, можете поэкспериментировать, посмотреть, что будет, если у вас постоянное время в ваших эталонных моделях будет меньше, чем шаг дискретизации контроллера, да, вот этот вот степ, который мы используем. Вот, на самом деле у вас просто система станет колебательной, потому что система не будет успевать за вашим объектом. Вот, и интегральная компонента здесь, она в 10 раз больше, то есть время установления, время подтяжки к нужному значению, оно будет в 10 раз меньше, чем время перехода между, грубо говоря, рабочими точками. Вот, есть еще один параметр, о котором мы выше говорили, то есть это некоторый уровень постоянный, константный, вокруг которого предполагается изменение вот этого вот неизвестного коэффициента. Вот, во всем остальном тут все то же самое, то есть проводится расчет, график, ну и дополнительно здесь вводится еще график интегральной компоненты. Вот, в принципе, как все это работает, да, то есть уже поведение чуть более сложное, то есть если сравнить, например, с интегральным регулятором, который плоский и понятный, да, как он себя ведет, да, то здесь уже поведение гораздо сложнее, то есть он тут какие-то у него, какая-то колебательность мелкая возникает, потом какое-то такое волнение, вот, после чего он более-менее так выходит на заданный уровень, да. Вот, потом резкий скачок, опять волнение, и вот потихоньку, видите, интегральный компонент начинает его подтягивать. То есть если вы сравните это с тем, что было чуть выше, да, где после такого возмущающего воздействия, да, возникло тоже волнение, но оно пришло к некоторому константному значению. То есть некоторая статическая ошибка появилась при отклонении от желаемого значения, то есть от известного значения параметра модели. Вот здесь же такого уже нет, то есть тут система постепенно, она, да, сначала тоже так чуть поколебалась, да, но потом потихонечку начала подтягиваться к заданному значению. То есть тут постоянное время интегратора, да, она как раз вот примерно за три постоянных времени интегральной компоненты и эта система приходит к заданному значению. Вот, то есть в целом все в соответствии с тем, как мы спроектировали. Это показывает, что мы в целом правильно все сделали. Вот. Да, еще вот особенность, да, вы можете посмотреть, что в самом деле управление выглядит гораздо меньше, чем было здесь, например. То есть тут управление у нас, ну тут скорее всего, да, мы тут чуть экспериментировали с этими коэффициентами, коэффициентами можно, ну чисто для эксперимента попробовать, конечно. По-моему, там он сейчас, ему станет плохо. А нет, нормально. То есть в целом управление, ну давайте сравним. Ну в целом оно, да, видите, вот чуть больше выбрасывает за счет того, что отличаются от расчетных значений. То есть реальное поведение после изменения параметра, оно отличается. Вот кубические компоненты начинают выбрасывать систему куда-то в какие-то адские дебри. Вот. Появляется резкая колебательность. Здесь вот такого уже нет, то есть он даже не выходит за пределы диапазонов, он более плавно реагирует. Вот. Но здесь еще надо понимать, что тут немножко по-другому настроены вот эти вот коэффициенты эталонной модели. То есть у нас, на самом деле, в том методе Аккар тоже есть вот эти коэффициенты. Но они все приняты равными единицам. Вот. Если сюда поставить единички, то, скорее всего, мы получим примерно то же самое, что и в предыдущем случае. Да. То есть, видите, появились какие-то выбросы, причем здесь даже больше выброса стали за счет интегральной компоненты. Видите, оно тут накапливает и вносит тоже, значит, серьезный вклад. То есть, на самом деле, тут, опять-таки, работает принцип, что уменьшение диапазона, ну, грубо говоря, да, кстати, мы об этом даже не говорили, да, что вот когда вы задаете вот эти постоянные времени в вашем регуляторе, это не просто какие-то числа, это, на самом деле, быстродействие вашей системы. Известно, что быстродействие напрямую зависит от того, как много энергии вы к системе подводите. Вот здесь показано, что как только вы подвели гораздо больше энергии, чем в предыдущем случае, да, вот когда мы просто тут 0.5 используем. То есть, мы, по сути, здесь систему сделали в два раза медленней, она такая более плавная стала, она ведет себя вполне достойно, да, то есть, ну, каких-то таких резких выбросов нет, да. Но как только вы попытались систему ускорить, сделать ей, например, а давай-ка там в два раза быстрее начни работать, вот, ей сразу становится плохо. То есть, она вот, ее начинает какого-то выбрасывать, она даже, видите, не может прийти к задному значению. Только за счет того, что, видите, у вас резко выросло управление, оно вышло за пределы рабочих диапазонов, вот, и из-за этого, соответственно, у вас вот эта вот красная линия, которая у нас за давление отвечает, она уже не может выйти на заданное значение, то есть, она куда-то в сторону улетела. То же самое здесь, да, ну, здесь чуть получше, здесь она все-таки хоть и выскочила, но потом вернулась обратно. Вот, ну, в целом, если там поэкспериментировать еще, да, можно расширить, например, диапазон рабочий, чтобы вот эту вот верхушку захватить, тогда он должен нормально сюда подъехать. Вот, но вы должны всегда понимать, да, что вот эти числа, они тоже не с потолка берутся. Как правило, они напрямую зависят от коэффициента, от рабочего диапазона вашего исполнительного механизма. То есть, если у вас слабенький привод какой-нибудь, или слабенькая печка, которая греет чан с водой, вот, то, скорее всего, вы не сможете очень быстро его нагреть. Вот, то есть, ну, такие достаточно очевидные вещи, но про них все время забывают, что тут, на самом деле, нет балды, все это берется. То есть, вы всегда должны сопоставлять с возможностями вашей системы управления. То есть, что конкретно вы можете делать. Ну, в ваших конкретных примерах, да, возможность – это вот этот вот коэффициент, который вы тут определите, то есть, коэффициент усиления, который у вас находится при функции управляющего воздействия. Вот вы должны с ним тоже поиграться. То есть, ваша задача, на самом деле, пощупать просто систему, вот, что будет там, когда диапазоны расширяются, что, когда сужаются, то есть, как она начинает себя вести. То есть, тут могут быть самые разные нелинейные эффекты, и в этом, на самом деле, и суть вот этого, этих упражнений в том, чтобы понять, что из себя представляют вообще нелинейные системы с точки зрения управления. То есть, у вас вот есть канал управления нелинейный с ограничениями, у вас есть нелинейный объект, у вас есть нелинейный закон управления, который включает в себя всякие гадости, типа кубических и элементов пятой степени, там даже, то есть, достаточно опасные такие компоненты. Вот что происходит при шевелении этих параметров. Это полезное упражнение для расширения вашего кругозора, потому что с P-регуляторами на самом деле тут все относительно просто, если у вас простой объект. Если у вас объект становится сложный, вам приходится вводить такие сложные замороченные функции, которые начинают себя очень капризно вести. То есть чуть-чуть поменяли, и у вас тут какой-то выброс произошел. Вот в этом основная сложность нелинейных систем, адаптивных систем, потому что адаптивные системы тоже являются нелинейными за счет того, что у них происходит. Есть некоторые дополнительные алгоритмы адаптации к изменяемым параметрам. Поэтому с ними, конечно, чуть сложнее. Ну, тут можно видеть, что, например, у нас интегральные компоненты тоже, ну, так достаточно, получается, накапливают ошибку, приходят к некоторому уровню, который компенсирует неопределенность вашему объекту. Как только у нас поменялось значение V, он сразу это почувствовал и пошел уже в другую сторону. То есть тут на самом деле все достаточно тривиально, с той лишь разницей, что, опять-таки, нужно аккуратно переносить вот эти вот уравнения, да, чтобы нигде ничего не напутать. Потому что вот эти вот всякие коэффициенты пятой степени, там, экспоненты, они, на самом деле, могут к очень печальным последствиям приводить, если вы что-то где-то ошибетесь. Вот. То есть тут в целом тоже никакого rocket science нет. И, наверное, вот эти вот части две, связанные с моделированием объекта и моделированием по методу ACAR, расчетами, это, наверное, такая самая трудоемкая часть вашего курсового проекта. Потому что все остальные, они будут либо проще, алгоритмы, но они будут сложнее по идее, но по конкретной реализации они будут чуть попроще. Вот. Либо просто там берется уже некоторая заготовка. Ну, исключением будет вот следующая лабораторка. У нас будет касаться уже настоящей адаптивной системы, где происходит анализ истории поведения объекта, да, и на основе него строится маленькая виртуальная модель внутри регулятора. И на основе нее уже определяется, как непосредственно управлять. Но мы к этому еще вернемся. Вот. Тоже будет такая нетривиальная лабораторная работа. Вот. Ну вот, как минимум, метод ACAR. Я думаю, что вам надо все-таки уже начинать активно этим заниматься. То есть вашим курсовым проектом. Я вам скину сегодня вот эту часть, связанную со второй лабораторной работой. Потому что тут много чего полезного, что вы можете переиспользовать в ваших курсовых проектах. Я вас призываю начинать это делать, потому что время уже идет, уже у нас конец ноября. По сути, у вас остается где-то шесть недель на то, чтобы все сделать. Вот. Наверняка появятся какие-то вопросы. И если кто-то еще не начинал делать, то я вас призываю начинать это делать. Значит, это у нас была вторая лабораторная работа. Чтобы нам перейти к третьей, нам надо сейчас немного с теорией поразбираться. Поразбираться.